Всем огромнейший привет! В рубрике «Случайная визуальная новелла. Тыкни пальцем в небо». Новая визуальная новелла, которая называется «Юдоль скорби». Поехали. Поврой время нещадно уносит ценные воспоминания, что мы не воспринимали всерьез. Если постараться, время сможет унести любую неудобную информацию. Тогда... Акираита, 17 лет, ученик 2-го класса старшей школы Широидки. Тогда... Томный взгляд старшеклассника был устремлен в окно. Отвлеченный своими мыслями, он не следил за ходом урока истории, делая легкие движения на полях тетрадки, он создавал видимость деятельности. Однако мысли ушли далеко от этого места. Акираита, старшеклассник, не отличник, но и не двоечник, как говорится, средний, делал все только потому, что так было нужно, не вникая в материал. Весеннее солнце светит так ярко и совсем не греет, только глаза слепит. Не желая больше напрягать глаза под солнцем, он перевел взгляд на свой класс, выискивая нужный затылок. Но нужного он так и не нашел. Лишь темные затылки всех оттенков от русого до черного подрагивали перед ним на партах, пытаясь успеть за учителем. Акира искал глазами особый затылок, бордово-медный, с мелным бантиком. Однако та самая парта пустовала с самого раннего утра. Ей сегодня нет. Куда она пропадает? Пропадает, а затем возвращается. Делает вид, будто не исчезала никуда. Эрика Чан. Он нахмылился, а затем задумался. Что у нас за отношения? Любовь? Нет. Я совсем не такое негоден. Я пуст, да и она не на меня пуста. Наши отношения не больше, чем комфортная постоянность. Акира недовольна с кривой рот и устремил взгляд снова в окно. Ее рукава Рика. Умница и красавица. Помощница старостой. Которая то и дело пропадает не весь куда. Она и к лучшему, потому что сейчас она становится мне все противнее. Когда это началось? Думаю, с самого начала нашего знакомства. Рика Чан не отличалась исключительной индивидуальностью. Не припомню, что мы хоть раз говорили по душам. Ее диалоги такие однообразные. Ее рукава Чан, одноклассница Сэмпай и девушка Акира, с которой он знаком еще с начала средней школы. Если когда-то ее образ был не обучен и не для него, то теперь она будто стала плоской и пресной. Как будто вся индивидуальность улетучилась. Но внезапный звук лопающего стекла выгляделся в уши. И то спустился взгляд на окне, как вдруг свет потускнел, а сами окна расстрескались и рассветились в древе. Парень замер не в силах отскочить. Взглядом он не мог не уловить свой класс, который просто сидел на месте и до сих пор писал под диктовку. Никто не шелохнулся. Никто не вздрогнул. Никто не поднял головы. Даже когда класс распахнулась громким стуком, никто не подал знака внимания. По всему телу Акиры пробежали мурашки, вводя его в оцепенение. Встроенная девушка в маске кролика запрыгнула на учительский стол. Легко и непронужденно. Короткая юбка под ее тело и опустилась, не успев до конца обнажить бледные и гладкие бедра девушки. Эта форма средней школы казалась ей не по размеру. Выглядела неуместно короткой, но все же большинство внимания привлекала ее маска, белая с кроличьими ушками, которую обрамляла бордовая медная челка. Что? Что это? Я не понимаю. Акира чувствовала, как начал задыхаться от внезапного нахлынувшего на него страха. Мягкий и тихий голос позвал его. Здравствуй, Акира Кун. Акира сжал руки в кулак и попытался себя успокоить. Сердцебиение уже отдавало в ушах. Акира Кун, насколько реально то, что окружает тебя? Ты принимаешь это как свою реальность или… Загадочная девушка с грациозной легкостью шагнула вперед, прямо на голову сидящего за первой партой. Стоило ей это сделать, как учитель рассыпался в прах. Отвечай, Акира Кун. Ты понимаешь, где ты? Парень собрался с мыслями и решил ответить. Это… Это моя школа. Мой класс, конечно. Это… Все вокруг… Да, наверное, я сплю, правда? Убирайся из моего сна! Преврати превращать его… В кошмар, но это не сон Акира Кун. Ты… Откуда? Почему ты зовешь меня по имени? Незнакомка зашагала вперед. От каждого шага ученики засыпались один за другим. Потому что ты знаешь меня, Акира Кун. А я знаю тебя. Ты не помнишь меня? Ты не можешь увидеть то, что на самом деле окружает тебя. Нет никакого твоего класса, видишь? Нет учителя, нет одноклассников. Здесь только ты и я, Акира Кун. Незнакомка подпрыгнула и плавно приземлила за спиной парня, после чего мягко оделась пальчиками за его плечи. Кто ты? Усаги. Зай мне Усаги, Акира Кун. От этого прикосновения прошлась щекочущая дрожь. Акира плохо понимал, что происходит. Но это невообразимо пугало его. Ладони спотели и ему казалось, что еще немного он грохнется в обморок. Если это не сон. Ты была обманута, Акира Кун. Я хотела помочь тебе. Рано или поздно ты бы узнал. Прости, что я показала тебе это так резко и внезапно. Прости. Прости, что я была такой слабой. Акира чувствовала под спиной щита твердая, врезающуюся в его спину. Открыв глаза, Ита увидела лишь покрытое дымкой тяжелое небо. Ита закашлялся, вдохнул поглубже. Парень неспешно встал, потеряя глаза. Это был сон? Первые несколько минут парень пытался осознать себя, почувствовать свое тело. Все казалось чересчур реальным, ощутимым. Им было страшно, им было больно. Ощущение в спине словно я скатился с лестницы. Во сне вроде не может быть больно, не так ли? Сера сетка ржавая и рваная. Такая сетка теперь вряд ли удержит кого-нибудь от падения. Справа дыра огромная. Откуда мог взяться в такой пролом? Ита оглянулся вокруг, все казалось до жути знакомым. Но из этого всего будто выпили всю жизнь. Это будто другой мир. Вторым пришедшим к нему ощущением стал голод. Нетвердым шагом он подошел к сетке, что служило оградой на крыше. Кое-где она проживела и была уже с дырами, словно кто-то поработал кусачками. За ней открывался неоднозначный жуткий вид на серый искаженный город. Съеданные сыростью, будто пропитанные скорби стояли здания, бисельно тянувшиеся к небу. Которая выглядела ничуть не лучше. Внизу, вдоль улицы, ковыляло мияксное существо на четвереньках. Какая крупная собака, а вот там еще одна. Такие странные собаки. Отсюда плохо видно. Акира нервно сглотнул и отошел отсеки. Он еда не отступился. Чуть не провалился в дыру позади себя, но вовремя остановился. Чувство голода вновь дало о себе знать, тем самым приводя парням в чувства. Я не могу здесь оставаться, нужно спуститься. Да, надо спуститься и поискать еды. И еще нужно разобраться, где я и как я тут оказался. А если это не сон, значит тот случай в классе. Неужели это самая усаги перенесла меня сюда? Парень снизнул зубы. Черт, 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 черт. Черт. Он за рукой рот. Голова закружилась. Сердцебиение снова стало отдавать затылок. И то подошел к двери, которая должна была вести к лестнице с крыши. Ржавая ручка подалась с трудом, когда парень потянул за нее. Петли заскрипели, но дверь все же открылась. И парень осторожно взглянул на лестничную площадку этажом ниже. В глухой тишине раздавалась мирная чавканье, словно кто-то ел, не закрывая рта. Ел нечто мягкое и склизкое. Затем звук прекратился. Из безмолвного полумрака тень подняла голову и устремила на Киру три горящих алых глаза. Спина покрылась холодным потом. Парень отпрынул назад. Нечтоговоря затвердила ему. Беги! Что это за чёрт? Тишину прорезал шороха за те шлепающие саги из шталя прибыли завязаться быстро. А Кира моментально вышел обратно на крышу, прыжав ужасную дверь. Не оставалось до головы выхода, кроме как пройти через разлом. Счастью там оказался удобный спуск. Ведомый страхом Акира быстро спустился в собрак здания. Оказавшись в коридоре возле гряди, а чуть повыли располагалась та самая лестница, откуда недавно исходили странные звуки. Поэтому парень незамедлительно ринулся вперёд. Сзади послышались шуршающие шлепки по полу, похожие на те, что могла создавать большая бегущая собака. Тихое реченье заставило Акира обернуться. Стоило ему это сделать, как нечто голое и мерзкое вцепилось ему в рукав и повисло на нём. Ольга, это, не на шутку перепугался и попытался сгрутись существа, которое терзало челюсть… и его пиджак… А-а-а-а! Парень сильно ударил существу о стену, после чего отшагнул в сторону, прикрывая ушибленную и покрасную руку. Мерзкая тварь, заричала и устранила скромяком на Акиру, после чего тот очнулся и побежал. — Надо выбираться отсюда срочно! Акира добежал до заветной двери олориного выхода, который оказался заставлен на стульях. Это выгнавшись за ним, парень попытался потянуть дверь на себя, но та не поддалась. «Спасите кто-нибудь!» Но слова будто застряли в горле. Он был не в силах звать на помощь. Вел взгляд медленно опустился вниз, увидев две обвившие грудь этого мерзкого существа с ее затвердевшей сосками. Вдруг кто-то снаружи толкнул дверь за него, отпихнув в сторону. Первое, что успело забрать Акира, это как незнакомец белой волчьей маски разрубил грудь существа. На лестнице показалось еще двое, уже крупнее. Они выглядели воистину зловеще, худые, скуластые лица, неприкрытые губами и выстленные вперед зубы. Три горящих аллы глаза, человеческие черепа, отощавшие тела со вздутым брюхом, деформированные руки и ноги с длинными когтями. Один стоял на ногах и был мужиком, другой же, вернее другая на четверинках, приготовилась к прыжку. Пока все замерли в ожидании, кто первый нападет, Акира смог рассмотреть внезапно появившегося спасителя. Судя по силуэту, это был высокий парень с худощавым телом, на котором висела мешковатая кофта с закатными рукавами. От лохтя руки темнели и искажались, выступающие наружу сосуды и мышцы сплетались, затем сужались, образуя настоящие серпы. Ну вот, два монстра, наконец, сорвались с места и кинулись на них, потому что им помешали спариваться. Незнакомый встретил двойной отпор, но затем миг разрезал одного из них на двое. Второй же ад прыгнул и решил кинуться на беззащитного вита. Это сражение, обучение. А в этой визуальной новелле еще будет сражение? Ну давайте. Выходим на трубу. Дарили его. А я не могу убить одно и то же. Рукой, я должен каждый раз подбирать какую-то новую предмет. О, минус 50. Ошибись. Я хочу ударить ее. Ну, видимо, я могу только меня привлечь к этой теме. Ну, это уже интересно. Это визуальная новелла еще и с боями. Дарникам они играли в такие интерактивные, званые новеллы. Акира схватил то, что первым попался ему под руку, ударил на подошвое на него существо. Он подорвался и, став на берегу, стал беспощадно избивать тем предметом оказался стол. Он держал его за трутие спинки и бил, 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 бил. Он видел, как мирно разуможается череп существа. Как глаза исчезают, и на их месте образуется кровавое месиво. Потом он начал бить ниже, ниже. И череп монстра раздробился, и снаружи потекло все его содержимое. Грудная клетка оказалась проломлена. Существо уже не шевелилось. По ним лишь тряслось от каждого удара. Акира ощущал сердцебиение в глотке, в висках, в запястьях. Ему казалось оно сейчас оглушить его. Тарин, пришедший на помощь, положил руку на плечо Вита. Он тот резко обернулся, замахивая стулом уже на него. Изнакомец успел схватить стул за ножки. Его руки больше не были похожи на серпы. Обычные руки с обыкновенными человеческими пальцами. Как Кире пришло в создание, удавила без ошиб человека. У него забрали стулы и швернули его в стену. «Спокойней, пацан, спокойней, слышишь? А здорово ты его размазал!» Незнакомец похлопал Акира по плечу, пытаясь успокоить. На полос распростег тебе объятиями лежала дичь, что настолько изуродована руками Акиры, что невозможно было уже разобрать черты лица. По полу стене из стулья растекалась кровь. Да и сам Акира весь перепачкался. Безумство отпрянуло, освобождая разум атаков. Руки задрожали и покрылись холодным потом. «Что это? Это я так? Что это было?» «Дохни поглубже, пацан, перестань дрожать и начни соображать!» Знакомец вел себя на удивление спокойно, словно это не представлялось для него чем-то ужасное. Он склонился над трупом и запустил пальцы в среднюю глазницу, начиная доставать красный глаз, за которым потянулся склейский полупрозрачный мешочек. Однако его содержимое вылилось обратно и потемнело. «Вот черт, ты-то не старался, парень, полегче было нельзя!» Долос звучал я зачаровывал, но невраждебно. «Что ты делаешь?» «Я делаю то, что нужно, пацан, и кто-то еще не успокоился». «Вдохни поглубже, легче станет!» Незнакомец убрал маску, теперь его лицо открылось для Акиры. «Я из-за Аустеки!» При этом на его лице возникла хмылка, но больше всего упугали его глаза. Их зрачок горел, отчего взгляд сдавился азартовый жуткий. Акира допрягся и уебать-то поспотребление в лицо. «Займи меня просто, из-за Ау!» «Идет?» «Эмм, да, Изал, я Акира Ито!» И хотя Ито все еще бросал эту жертву в холод, он успел перетри в сознание. «Что ж это, Ком? Будем знакомы!» «Так, что ты там спрашивал?» Новый знакомый вел себя чересчок спокойно. На его фоне Акира оказался комочком нервов. Этот яркий контраст вводил это в недоумение. Ну а дальше мы уже будем прочитывать в следующей серии этой визуальной новеллы. С вами была Аэс и всем пока-пока.